Вакцинация от COVID-19 продолжается. Сегодня студентам и работникам медицинского колледжа поставили прививку от новой коронавирусной инфекции. Студенты медицинского колледжа с начала эпидемии находятся, что называется, на переднем крае борьбы с ней, работая в инфекционных госпиталях, в лечебных учреждениях, находясь на практике, проводят профилактические, санитарно-противоэпидемические мероприятия, активно участвуют в волонтерском движении. И сегодня в рамках работы выездной прививочной бригады делают прививки, тем самым личным примером, как будущие медработники, убеждая еще сомневающихся не только в необходимости, но и в безопасности делать прививки. По словам директора колледжа, число студентов, задействованных в активной борьбе с инфекцией на Колыме, составило более 150 человек, а это две трети от общей численности студентов. Юные медики активно занимаются просветительской деятельностью. Анастасия Петрова не только учится в колледже, но и является пресс-секретарем организации. Именно от нее студенты-волонтеры узнают о последних событиях коронавирусного фронта. Девушка рассказала о своей главной задачи. Просвещать о той информации, которую мы получаем и доносим до студентов колледжа, а также людях и просвещаем той информации, которую они должны знать. Расскажи, пожалуйста, ты сама привита? Нет, как раз таки вот сегодня буду прививаться. Какие у тебя ощущения? Как ты к этому относишься? Очень, конечно, волнительно, но от лица студентов я хочу сказать, мы как студенты-медики осознаем всю важность того, что этой процедуры, того, что будет происходить. Конечно, из-за пандемии это необходимо, и все мы понимаем, насколько это важно. Анастасия Петрова отправилась на прививку. Сотрудники первой поликлиники консультировали, принимали документы и ставили вакцину в кабинете для практических занятий. Перед процедурой измеряли давление и температуру тела, составляли подробную историю хронических заболеваний и аллергических реакций. После сбора информации прививаемым советовали не перетруждаться в день вакцинации. Предупреждаем о том, что может быть после инъекции, и плюс, как с этим бороться. Значит, все это объясняем пациентам. Если есть необходимость, смотрим всех, если кто желает, если у кого-то какие-то эти... Ну, если вот мы сегодня одной женщине отказали, потому что у нее она готовится к операции на той неделе, на следующей необходимости такой нет, надо подождать, потому что она может не успеть на вторую прививочку, а тут желательно, чтобы цикл... Был соблюден. Был соблюден, да. Поэтому лучше пускай сделает позже, ничего страшного. Сразу после того, как Анастасии поставили прививку, она отправилась на занятия. Как отмечают сами студенты-медики, для них вакцинация особенно актуальна. Кто, если не студенты-медики? Студенты-медики, как и медицинские работники, относятся к категории граждан, которые в приоритете должны вакцинироваться от COVID-19, так как мы контактируем с различными категориями граждан. То есть, помимо того, что мы у себя в группе студенческой контактируем, близко общаемся, помимо этого мы еще активно участвуем в волонтерской деятельности Магаданской области. Мы являемся участником всероссийских форумов, дальневосточных различных профессиональных соревнований. И, естественно, что нам приходится много контактировать с разными людьми. Студенты-медики на своем примере активно призывают к вакцинации жителей Магаданской области. По их словам, это обязательная и безопасная процедура, с помощью которой получится создать коллективный иммунитет. 55 миллионов рублей. Именно столько заработали мошенники на своих махинациях с помощью информационно-телекоммуникационных технологий на Колыме. Об этом рассказали на пресс-конференции для СМИ работники УМВД и российских банков. За последние три месяца этого года сотрудники правоохранительных органов возбудили 145 уголовных дел, 116 из которых совершили за пределами Магаданской области. Общий ущерб для колымчан составил более 25 миллионов рублей. Сейчас действует несколько мошеннических схем. Схема обмана под видом звонков от так называемых представителей финансово-кредитных организаций и даже сотрудников органов внутренних дел или правоохранительных органов различного характера, кстати. Зачастую звонки осуществляются под предлогом якобы имевших место покушений на денежные средства держателей банковских карт, либо под видом якобы оформляемых на них кредитов. Далее злоумышленники убеждают граждан для обеспечения сохранности безопасности этих средств перевести деньги на так называемые безопасные счета, либо номера телефонов. Иногда мошенники после того, как получают реквизиты банковских карт, дистанционно оформляют кредиты. Также обманывают граждан, когда те что-то покупают или продают через интернет. Злоумышленники обещают перевести предоплату, узнают данные банковских карт и пароли. Особенно число преступлений выросло в период пандемии. Одним из популярных приемов мошенников в период пандемии стало использование таких тем, как компенсация, государственные пособия или государственная поддержка. Под видом помощи злоумышленники выманивали персональные данные и денежные средства у граждан. Фишинговые сайты мошенники выдавали за интернет-магазины и ресурсы социальных служб. Звонок от представителя банка – один из самых частых мошеннических приемов. Работники кредитной организации утверждают, им персональные данные граждан не нужны. Поэтому, если человеку поступит такой звонок, он должен связаться с финансовым учреждением по ранее известному номеру. Также подозрительный телефон можно проверить. На сайте сбербанк.ру реализован раздел «Ваша безопасность», где вы можете как сообщить о попытке мошенничества в отношении вас, так и проверить, например, телефонный номер, с которого вам звонили, не внесен ли он уже в базу телефонных номеров, с которых звонят мошенники. И также можно проверить ссылку, которую вам прислали, например, по электронной почте или в мессенджере. Не относится ли она к фишинговым, к мошенническим. Точно также можно проверить адрес веб-сайта на предмет, не отнесен ли он уже к сайтам, которые фейковые либо фишинговые. Для того, чтобы проверить номер, нужно указать дату, время звонка, сам телефон. На Колыме проводят конкурс вместе против кибермошенников. Номинации – видеореклама, инфографика и рисунок социальный плакат. Приглашаются участники от 12 лет. Подробности можно узнать на портале 49.mvd.rf. Лучшие работы распространят в СМИ и через интернет. На Колыме провели рейд по закладкам. Полицейские, казаки, росгвардейцы приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Тайник». В результате в окрестностях Магадана обнаружили 7 человек, которые искали запрещенные вещества. Местом проведения полицейской операции были определены территории с учетом обобщения многочисленных обращений граждан не только в самом городе, но и в его окрестностях, а также в районах дачных участков. К операции были привлечены полицейские кинологи, сотрудники госавтоинспекции. По результатам проверки в отношении одного из задержанных в течение дежурных суток возбудили уголовное дело по факту хранения наркотического средства в крупном размере. Деятельность других кладоискателей пресекли, с ними провели профилактические беседы, а также вынесли соответствующие предупреждения. В 15-й школе провели педагогический триатлон. Это встреча лауреатов городских состязаний педагогического мастерства с магаданскими командами, финалистами всероссийского конкурса «Учитель будущего. Перезагрузка». По словам организаторов, магаданским преподавателям решили показать испытания, которые проходили педагоги в рамках конкурса «Учитель будущего». Основная цель сегодняшнего мероприятия – это то, что планируется в следующем учебном году вероятнее всего провести в городе Магадане конкурс «Учитель будущего», конкурс «Ферсиональное мастерство». Ну и вот показать, как это было, как это может происходить. Встречу провели в формате и соревнований, и беседы. Участников в хаотичном порядке разбили на команды. В каждой 4-5 человек. Организаторы отмечают, что подобные встречи помогут в дальнейшей подготовке магаданских команд к участию в федеральных конкурсах.